И если у вас с кем-то негармоничные отношения, вы можете сделать два варианта, смотрите внимательно, послать ему любовь и свет, он у вас есть, верьте в это, он у вас просто в дрейфующем состоянии, а он есть, вот, чем светлее человек, тем мощь его быстрее, то есть, если, смотрите, можно в состоянии негатива создать дорогу, ну, например, так, смотрите, когда у вас плохое настроение, когда у вас упадок сил, жизненных сил, да, там устали, передали кому-то много энергии, загрязнились, неважно сейчас первопричина, и вы говорите, моя дорога легкая и светлая, и вы послушаете себя внутри, как вы это скажете, вы будете через себя это говорить, естественно, дорога так же и создастся, но когда у вас наполненность большая, как резервуар, энергия, это же как в резервуаре человек, это тонкие строения, она обмещает тонкие строения, вот, и сгармонизирую, с великой благодарностью, принимаю себя таким, какой я был, и создаю себя новым, тоже можно сделать и с людьми, то есть, любого человека поставить, любого абсолютно, с кем у вас, на ваш взгляд, негармоничное отношение, но первопричина у вас, первопричина разногласия с этим человеком у вас, почему, для того давалась духовность, чтобы человек начал осознанно жить, а на других уровнях, для этого давалась духовность, не работа с телом, постоянно, тело, оно автоматически будет здоровым, сейчас мы перейдем к восстановлению здоровья, а духовная работа давалась понимать хотя бы, как все устроено, понимаете, а у нас этого понимания сегодня по жизни не хватает, то есть у нас элементарно не хватает энергии жить, не только, а счастливо жить, гармонично жить, почему, потому что у нас перекашивал, или материальный план, почему многие, да, многие людей, только в материальном, у них на духовный план уже энергии не хватает, у вас хватило, вы перешли на духовный план и забыли о материальном, почему-то, потому что духовное вас захватило, а нужно же гармонично это было как-то распределить, а на духовном плане, там ответственность еще выше, и когда вы пошли на осуждение, у вас начались разрушения, вот и все, вот вся первопричина, а мы предлагаем вам создать себя на пяти основных планах, в гармонии, везде распределить энергию чистую, там не может быть той смешанной энергии, понимаете, что мы говорим? Человет энергетическое существо прежде всего, и вся первопричина всех недоразумений на тонких строениях, то есть та информация, она как гири на вас, понимаете, она не чистая, скажем так, не из-за того, что мы плохие такие, а из-за того, что она есть именно у меня на моих строениях. Вы же не помните, что в прошлом воплощении вы делали, а она никуда не ушла, то есть рождая здесь, человек вот на этих тонких строениях, эту информацию переносит. Значит, основные, близкие и по эзотерике, да, мы не эзотерики, я сразу вам говорю, но кое-какие знания будут вам знакомы. Для того, чтобы понять, смотрите, для того, чтобы понять, близкие уровни тонких строений, ментально-астрально-эфирное, да, и плотное тело, это ближайшее, вот так они называют, но ментально-это наши мысли, да. Вот эти мысли, вот смотрите, они и создают первопричину всех недоразумений человека. Именно мысли. Когда человек развивается в пяти и создает себя, знаете, обновленным таким высокоразвитым человеком, да, у него мыслей вообще отсутствует, и не надо сидеть мантру читать, это все гораздо проще. Вы приучите себя, это тело, не по корму пока, к состоянию безмыслия. То есть у вас будет пустота заполняться только высоким вашим проявлением. Вот и вся подсказка. Дан шанс, про эволюционеры, дан шанс хорошо жить, ну как воинера, не только развитие, развитие что такое совершенствование? Это просто быть в гармонии. Что уж проще-то? Ну не в гармонии с природой, а в гармонии с самим собой. Все, основная задача. Вот она эволюция. Понимаете? А как сложно это все создать? Попробуйте в семье полную гармонию. Один на одно обиделся, другой другой. Ребенок там вообще делает другое. Муж там или жена. Ну вы понимаете, вы же живете в мире. И самое главное, когда вы сейчас создадите себя обновленными людьми, чтобы не упасть оттуда, откуда вы пришли. То есть вот эта свобода, она дается для, как шанс, эволюционный шанс создать себя и научиться создавать себя сначала. Именно нового человека. Там нет сомнений, потому что вера будет колебаться. Если вы начали сомневаться, значит вы уже поколебали свою, вера в вас будет слабая. Понимаете? А сегодня это недопустимо, потому что зло агрессивно, хитроумно, изощренно. Вот. И чтобы вытащить из вас энергию, да? Энергию. А чем вытаскивается энергия? Ваша эмоциональность внутренняя. Внутренний. Помните, когда в церковь заходите, и там лица такие строгие. А они все в Божественном Святой Любви. А строгость какая, да? Так вот, любовь Божественная Святая, она именно строгая. Дисциплина. Вам не захочется постоянно. А скалы делать вы будете, знаете, как внутренние строки какие-то. Но с позиции любви, а не вот этого человеческого, вымышленного. Понимаете? Это совсем другие чувства. Абсолютно. Так вот, вот это вот все можете успеть записать. Или в книгах это есть. Знаете, как гири человеку подает быть в свободе. Вот это оно и с маленькой толикой, что мы можем до вас донести то, что убирается за один сердце. И ваша благодарность, что это будет, она сделает чудеса. Смотрите, когда человек сомневается, когда обижается, у него идет нарушение целостности. Или он только в материальном плане развивается. Такой человек, как правило, смотрите, он нецелостен. Там энергии будет очень мало. Именно почему? Почему-то, смотрите, я всегда задавалась вопрос. На недовольство, на обиду. На все хватает энергии? Смотрите внимательно. А на высшие свои проявления, оказывается, ее не хватает. А потому что эта плотность, вот эти негативные, гораздо нам ближе и по привычке, и по эволюции Земли, и по миру, скажем, все одинаковые абсолютно. Мы хоть и разные, мы так знаем, как чисто с духовного плана, но в мире мы все одинаково генерируем. Генерируем от нее те же зависть, осуждение, недовольство, а оно как-то борьбу самим собой, своим совершенством. Понимаете? И вот это вот все, оно близко человеку, представляете? А нет бы включить вот эти высшие проявления, а человек не может. На это, на самом деле, на радость, на то же внутреннее, бесконечно. Нужно очень много энергии. И сегодня время, вы не путайте, как наши предки там жили, или как-то. Вы не путайте времена вообще, переход идет, понимаете? Земли, цивилизации, человека. Но кто успел сегодня это бесценное богатство сейчас наработать, это люди уже, знаете как, в раю живут. Потому что они живут на уровне мыслей. Верьте, что это так. Это не сказка. Мы сами оттуда вышли. Здесь постоянно со мной. Здесь постоянно вера в себя. И что бы вы ни делали, вы верите, что это так. Даже если вы ошиблись в чем-то, не то платье я делаю, да, например, это маленькая ошибка. Но когда вы договора подписываете, и когда у вас какие-то дела какое-то большое, здесь ошибаться уже нельзя. Поэтому вот этот чувственный уровень не даст вам ошибаться. Чувственный уровень будет колебаться в зависимости от ваших сомнений. Так вот, когда вы переходите сюда, ахимулируете только эту веру, чистую, светлую, гармоничную, да, здесь сомнений нет. У вас будет постоянно вера в себя. Постоянно. А в веру человека входят тоже миллионы всяких оттенков, чувств. Это мы потом разберемся. Сейчас задачу я первую сделаю. Как только вы сюда спустили состояние, то есть свое, а за целый день вы наблюдаете за собой, да, поэтому вот эта вот правая рука даст возможность вам не колебаться. Даже если вы один-два раза ошиблись, на пятый раз вы не будете ошибаться. Вера просто так не возникает, вы ее учитесь создавать в себе. То есть моя дорога легкая и светлая, быть этого. И даже если что-то произошло, уже серьезного не произойдет. Почему? Потому что у вас Божественно-Святая Любовь не даст уже случаться вот этим негативным, низменным ситуациям, скажем так. Там будет только ситуация, если вы не принимаете еще, не отточили это мастерство. Если у вас не принятие чего-то, ваша вера будет колебаться. И смотрите, вы взяли один день, один день, просто вот завтра, и посмотрели ваши отношения. Ну, сейчас домой поедете, как вы относитесь ко всему? По-другому, по-новому и радуетесь, и благодарите, да? Или все-таки начинаете бурлить там все, после сеанса это возможно у тех людей, у кого проблемы внутри, у них начнет отрицание, агрессия, эмоциональность, это все ваше. Пена, раз, сюда выходит, вот эта пена должна уйти, вы просто должны находиться в состоянии спокойствия. И все. Только спокойствие. Это спокойствие вам поможет эту пену убрать. Попробуйте эту пену признать, что это ваше дело. Никто, на кого-то с вами. Это он виноват, это он сделал, это он сделал. Только не я. При том, что человек к себе так негативно относится, вот это вот не я, ну как бы уйти от ответственности не получится. Почему? А вы будете в комфорте потом эту ответственность с удовольствием применять к себе и к своей жизни. Но это с позиции света. Здесь смешанная энергия будет никаких-то только, пока вы не выйдете. Поэтому ваше решение быть светом, идти к свету через энергию божественно-святой любви и быть в гармонии на всех планах, по-моему, это нормально взрывомыслящее решение. Но без этого решения это не свободная воля. Вот в чем дело. Многие хотят, я и там попробую, и там, но там уже были, кроме недовольств. Вот это все, что убивает человека, жизненно важную энергию любви, там ничего хорошего нет. Вольно, невольно, знает, не знает, от ответственности никто не освобождается. Поэтому столько больных людей. То есть люди сами себя разрушают. Всего лишь осуждая эти голубые или еще каких-то. Или еще каких-то, представьте. Не справляется, он же, когда человек осуждает, он берет, смотрите, он говорит, вот, например, смотрите, что вот этот зеленый, а я не хочу, чтобы он был зеленый вот такой вот, понимаете? Начинает его осуждать. Что он делает? Здесь пространства и времени нет. Он берет его, очищает. То есть берет часть его проблем на себя. Через какое-то определенное время он сам становится таким. Можете по своей жизни посмотреть. Кого вы слишком осуждали, у вас проявление именно этого человека. Это могут быть родители, это могут быть дети, это могут быть вот это вот. Понимаете? Помимо беспристрастности надо научиться наблюдению. И у вас первый этап наблюдения, это завтра мы болеем. Вы должны знать, почему человек болеет, почему я заболеваю. Одно дело, когда у вас идет просмутация, стоп-стоп, смотрите внимательно. Сегодня у многих людей идет просмутация. То есть их свет готов перейти на что-то более другое. Они бегут к врачу, врач ставит, естественно, какой. Например, у вас повышенное сердце должно же открываться для более высоких энергий. Вот отсюда, представьте, идет сюда поток. Человек не понимает процесса, ему ставят инфаркт, и у него на самом деле случается инфаркт. А там всего лишь перестроится. То есть сесть, принять ванну, да, солью. Сесть, осознать, правильно ли ты мысли говорил и делал. Всего лишь сесть на 5-10 минут найти первопричину. Мы будем о ней говорить все три дня. Вы должны обучиться ее найти себе, почувствовать. А другое дело, когда вы испытываете постоянный негатив, естественно, вы себя разрушаете. Понимаете? Какая разница? Есть просмутация, а есть именно то, что вы целенаправленно делаете с собой. Неважно, есть у вас сущности, конечно, есть. Если человек не перешел к свету, у него сущности есть, а не его еще обеспечивают. Но это не освобождает самого человека от ответственности. Поэтому люди болеют. Голова заболела, надо сесть и осознать, почему она болит. Поэтому, когда вы разрушаете себя, остановитесь, то замри, скажи себе, о чем ты сейчас думаешь, посмотрите мысли. Основное донесение, я в 3 дня буду говорить о том, как человек себя разрушает. Доносить это до врачей, доносить это до знакомых. То есть сесть, осознать, почему ты транслируешь и поддерживаешь этот страх, эту ревность, эту обиду. То, что разрушает в тебе все это. Почему ты осуждаешь? Ты находишься в духовном плане и осуждаешь. Расторожительность. 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 Неважно что. Этого всему есть причина. Ее можно просто найти, обозначить и устранить. Понимаете? Вообще, если это развитые люди, они здоровы. Они здоровы внутри. И на уровне духа, и на уровне души, и на уровне тела. Так противоестественно, что человек болеет. А вот трансформацию пройти. Вот смотрите. Если у вас много было заложено негативной информации, вы по тем воплощениям злоупотребили свою судьбу. Например. Здесь можно по судьбе посвоить сейчас. И если вы злоупотребили, например, этой информацией, скажем так, то есть у вас постоянно будет сбой с судьбой. Если вы злоупотребили любовью, посмотрите внимательно. У вас постоянно по восстановлению здоровья будут проблемы. Здесь же тоже надо во всем разбираться. Самое главное, что сейчас не кидайте опять туда. Сегодня именно выходя отсюда. То есть старайтесь хотя бы вот этим обменяем работать постоянно. Закон свободной воли ваше будет делать чудеса. Но не дайте себя разрушать. Потом сейчас будет вопрос опять. Не дайте себя разрушить, понимаете? То есть вам придется это делать. Игорь Н למ� mówi. Игорь Н Oscar. Продолжение следует...